Уважаемые коллеги, добрый день! Мы продолжаем программу второго дня образовательного палеоативного форума и мы начинаем сегодня нашу программу с выступления психологов из замечательного центра из Санкт-Петербурга. Это немец имени Алмазова. В этом учреждении есть уникальное отделение, которое называется отделением психологического сопровождения материнства и детства. В нем работают наши коллеги клинические психологи Татьяна Юрьевна Шумова и Маргарита Сергеевна Шляхто. Мы предлагаем вам выступление этих наших коллег, которые они назвали так «Простые инструменты для сложных разговоров в медицине». Пожалуйста, я прошу наших коллег начать выступление. Очень рады приветствовать всех участников и очень рады участвовать здесь. Благодарим вас за приглашение. Итак, сегодня мы вам расскажем о сообщении плохих новостей в медицине и о практических инструментах того, как это можно сделать, о технологиях как раз коммуникативных, как Елена Владимировна сказала, сообщения плохих новостей. И еще пару слов расскажем, кто мы. Мы это, это не мы, это наша команда. Мы это национальный медицинский исследователь в центре имени Алмазова, Минздрава России, который находится в Санкт-Петербурге. Год назад у нас открылось отделение психолого-социального сопровождения материнства и детства. И это наше отделение сопровождает беременных болеющих, либо деток. И, в общем-то, мы так, семейно ориентированное отделение. Мы сопровождаем все педиатрические и перинатальные отделения центра Алмазова в ситуации, когда болеет беременная либо ребенок. Это все 28 педиатрических либо перинатальных отделений. Вот. И там мы присутствуем. Мы это медицинские психологи, которые работают с семьей. Также мы являемся членами такой международной ассоциации специалистов по общению в медицине. И называется это ассоциация ИЧ. И мы являемся членами, мы постоянно там учимся новым методам, либо тем методам, которые себя уже зарекомендовали, и научно доказанные методы. Если у вас будет желание, ну, что-то глубже узнать о коммуникации в медицине, пожалуйста, заходите на этот сайт и смотрите. Там много информации, много тоже разных тренингов, и можно отработать различные навыки. Какими технологиями мы пользуемся? Мы пользуемся в основном, основной нашей такой моделью, основной технологией коммуникативной, которой мы пользуемся, является Калгари и Гембриджская модель медицинской консультации. Здесь она представлена вот такими этапами. Вы все это можете найти в интернете, поэтому мы буквально так упомянем. Этапы последовательные, этапы сквозные, по которым мы стараемся учить наших врачей, выстраивать то общение, которое есть у нас в стационаре и в амбулаторном приеме. Еще золотым стандартом преподавания этой модели, то, чему мы обычно учились, золотым стандартом мировым преподавания этой модели является преподавание с помощью стимулированного пациента. Такого живого тренажера, с помощью которого мы можем посмотреть на консультацию глазами пациента. В обычной жизни обратную связь с пациентом мы можем видеть в таких разных двух крайних проявлениях. Либо это благодарность, либо это жалоба. Когда мы делаем что-то так или не так, или как это влияет на нашего пациента, мы можем отработать с симулированным пациентом, которым сегодня будет у нас Маргарита Сергеевна. И позже мы вам покажем три варианта взаимодействия врача и пациента при определенных условиях. Если мы учимся этой модели потихонечку, калгари-кембриджской модели, мы также не забываем про другие технологии коммуникации, которые тоже уже все научно доказаны и пользуются люди во всем мире. Такой технологией является протокол сообщения плохих новостей Spikes, который мы сегодня тоже будем, элементы которого мы будем сегодня использовать. и о нем вы тоже можете найти очень много информации, почитать дополнительно. Пожалуйста, обращайтесь. Единственное, не забывайте о том, что то, что мы учим, очень здорово было бы отрабатывать в реальной жизни, либо с симулированным пациентом как тренажером, либо пробы, какие-то этапы в своей ежедневной клинической практике. Также самое тяжелое, наверное, что встречает клиницист в работе с пациентами при сообщении плохих новостей – это встреча с большим потоком негативных эмоций. И для того, чтобы встречаться с ним, не разрушаясь, для того, чтобы быть полезным семье, которой кто-то болеет, либо самому пациенту, и оставаться полезным для себя и своей семьи, вот придумана такая схема, как НЕРС. И тоже вы о ней можете найти в интернете. Мы частично ее тоже использовать будем с сегодняшней демонстрацией. Можете обратить на нее внимание. Когда мы что-то узнаем новое, мы что-то становимся богаче этими знаниями, знаем, как их использовать, потом можем показать, как их использовать. И только потом, по такой пирамиде оценки клинических компетенций Миллера, мы можем делать это в своей клинической практике. Поэтому я призываю вас не только читать что-либо о каких-либо технологиях, и не только углубляться в какие-то статьи, может быть, книги, может быть, какую-то иностранную литературу находить, но и стараться быть агентом изменений, как говорят социологи, и потихонечку вводить в свою практику эти маленькие элементы, которые вам захочется вводить. И начать делать то, что вы знаете каждый день. Плохие новости в палеотиве. Наш доклад называется «Сообщение плохих новостей». Это когда мы приходим к палеотивным мероприятиям, смещаем цели с лечения на палеотивную помощь. Это когда мы приходим на специализированную палеотивную помощь. Также сообщение плохих новостей возможно на этапе, когда продлевающая жизнь лечением больше неэффективна, и предоставляется только симптоматическая терапия. Либо когда пациент приближается к терминальному периоду, и от себя добавим, что, конечно, это сообщение о смерти пациента тоже, в том числе сообщение плохих новостей. Что тут самое тяжелое для врачей-палеаторов? Самое тяжелое, когда спрашивают о прогнозах. Как на это отвечать, что, как с этим встречаться. И надо сказать, что только 37% врачей-палеаторов честно отвечают о прогнозах, остальные умалчивают либо преувеличивают ожидания. Мы считаем моральным долгом врача честное и бережное информирование пациента о его состоянии. Итак, как мы сегодня будем взаимодействовать? Мы сегодня покажем вам ситуацию в трех разных вариантах, которых мы с вами все ежедневно используем. И я вам, наверное, предложу взять ручки и бумагу, если у вас под рукой, может быть, есть. Было бы здорово. Было бы здорово, чтобы наше взаимодействие было не только интерактивным здесь у нас, по эту сторону экрана, но и вы тоже присоединились к нам. И, пожалуйста, отмечайте, когда будете наблюдать за нами сегодня, как мы разыграем разные ситуации, что делает врач, как реагирует пациент, что для себя вы подмечаете интересного, и тогда наша работа будет более продуктивной, как мне кажется, более эффективной. Итак, сегодня мы рассмотрим такой сценарий. У нас будет единый сценарий и разные варианты взаимодействия. Один сценарий, где у нас, допустим, в центре находится мальчик Миша. Он находится в реанимации больше четырех месяцев. У него стабильно тяжелое вегетативное состояние. И врач замечает нарастание полиорганной недостаточности, ухудшение функций почек, печени, кишечника, нарастание, нарушение гемодинамики. И все вот это надо сообщить родителям. Поэтому мало времени осталось. И важно пригласить родителей, чтобы у них была возможность попрощаться с мальчиком. Вот такая ситуация у нас грустная. Сегодня Маргарита Сергеевна будет мамой Миши. Как вас сегодня будут звать? У меня будут вас Ксения. Ксения, мама Миши. Ксения, мама Миши. И вот, наверное, сейчас нам хотелось бы показать... У нас выведите, пожалуйста, крупным пропланом. Уже всё, мы уже там. И мы сейчас покажем вот этот один из вариантов взаимодействия. Хлопушки у нас нет, поэтому будет, наверное, поехали. Здравствуйте, Ксения. Проходите, садитесь, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, я вас позвала, потому что пришли результаты анализов. Очень серьёзные изменения происходят сейчас с Мишей. И вы знаете, мы считаем, что Миша сейчас умирает. Поэтому сейчас, возможно, вам захочется позвонить мужу и сходить к Мише, попрощаться. И вы, конечно, можете это сделать. Подождите, я вчера звонила доктору, и всё было в порядке вчера. А мне сказали, что ещё стабильное состояние. Да, вчера стабильное состояние, сегодня резкое ухудшение. Мне кажется, что вы ошибаетесь. Вы вообще уверены в том, что вы говорите? Да, я уверена в том, что я говорю, поэтому стоп. Вот такая ситуация, возможно, при сообщении плохих новостей. Когда доктор, естественно, пытаясь быстро-быстро сообщить эту новость, без предупреждения, без какого-то предварительного какого-то этапа, очень резко и внезапно сообщает эту новость плохую. Скажите, пожалуйста, Ксения, как вы восприняли такой вид сообщения? Ой, ну, это, конечно, было ужасно, потому что я услышала слово «умирает», и по-честному, ну, дальше я мало что слышала. Это, знаете, как если внезапно под воду погрузиться, и в этот момент не вдохнуть, не слышно ничего, какие-то звуки и паника нарастает. И несмотря на то, что Миша давно в реанимации, я абсолютно не была к этому готова. Вот совсем. И тем более он находится в реанимации. И вот в этот момент, когда я так внезапно услышала, что он умирает, на самом деле мне хочется кричать «нет, нет, вы ошиблись, этого не может быть», я начинаю сердиться, злиться на врача, потому что я не могу с этим смириться. И мне даже хочется сказать, что вы сделали с моим ребёнком. Что вы сделали? Вчера ещё было всё стабильно, я вчера разговаривала с Эржем. Я не могу в это поверить, и, конечно, я ничего не слышу. Я не слышу, что мне говорит врач. Я в своих эмоциях абсолютно. Спасибо. И, как вы видите, проблема сейчас была во внезапности. Во внезапности и такое сообщение плохих новостей пациенты воспринимают как гром среди ясного неба. Это неожиданно. Это повышает, вероятно, всех бурных реакций, агрессии, злости, отрицания. Вы можете услышать разные слова «что за бред?» «Вы перепутали, это не про нас». «Как вы можете меня так пугать?» И даже если идёт разговор о смерти ребёнка, то вы можете услышать «вы убили моего ребёнка». Такие обвинения. Самое обидное, что доктор пытается успокоить и сказать, что есть ещё время проститься, что, возможно, вы позвоните мужу, что-то пытается сказать, поддержать. Но эта пациентка ничего этого, вернее, мама пациента не слышит этого ничего, потому что такие внезапные сообщения о плохих новостей воспринимаются как удар не только психологический, но и удар физический, удар по тому органу чувств, которые воспринимают эту новость, по ушам. То есть мама пациента не слышит, что вы говорите потом. Она услышала только одно, и у неё возникают реакции агрессии. Это один вариант. Теперь мы продемонстрируем второй вариант. Посмотрите, попробуйте отметить, что там. Итак, отмечайте поведение, пожалуйста, и врача, и мамы пациента. Итак, мотор. Поехали. Здравствуйте. Ксения, проходите, пожалуйста. Садитесь. Здравствуйте. Да, вы знаете, я вот пригласила вас, чтобы общить, пришли мы в анализы. Вот здесь немножечко изменения произошли в состоянии миши. Они немного тревуют нас, вы знаете, поэтому я вас и пригласила. Поэтому вот мы здесь отмечаем нарастание полиорганной недостаточности. Ухудшаются функции почек, печени, нарастает нарушение гемодинамики. Но мы с вами как-то беседовали, что такое, возможно, будет происходить. Что-то хуже будет. Да, что может быть хуже. Да, я помню, мы об этом говорили. Вот. Вы знаете, главной особенностью такой полиорганной недостаточности является неудержимость развития повреждений органов или системы. И вот она может нарастать в такой степени, что уже этот орган не способен поддерживать жизнедеятельность организма. Вот. Вы знаете, времени остаётся немножко от нескольких часов до двух суток. Поэтому... Ну, вы понимаете, о чём я говорю. Вот. Поэтому... Да, вот поэтому у вас сейчас есть возможность сходить к Мише. Сейчас можно сходить? Можно сходить, поговорить и... Поговорить? Да, можно сказать, что вы хотите сказать Мише. И, может быть, вот мужу позвонить вашему... Вы знаете, у меня муж сегодня, он работает только вот вечером, если сможет приехать. Ну, было бы неплохо, если бы он приехал, вы знаете, поэтому... И так, стоп. Вот такой второй вариант развития одной и той же ситуации. Наверное, спросим у мамы Ксении, как вы себя чувствовали при таком варианте сообщения плохих новостей? Я, конечно, чувствовала себя ужасно, ужасно, потому что я не понимаю, что происходит. И во мне растёт тревога, и она нарастает всё время, потому что мне страшно, что что-то такое вот происходит сейчас. Но вроде бы нет, потому что врач говорит, небольшие изменения, что-то чуть-чуть стало хуже работать, и я спрашиваю, что похуже. Я же, в общем-то, знаю, у меня Миша давно лежит в реанимации, и я понимаю, что вот у него всё плохо работает. И в какой-то момент я думаю, может быть, доктор мне говорит про то, что это какой-то аппарат надо подключить. Или... И вообще-то в какой-то момент я вообще начинаю сомневаться. Вообще, врач сам-то понимает, про что он говорит? Про мою волю ребёнку он вообще говорит. И потом, когда вот эти слова, что несколько часов осталось попрощаться, позвонить мужу, я не готова. Абсолютно не готова, несмотря на столько слов было произнесено уже, но я не готова поверить. Я не хочу в это верить, и я сопротивляюсь, и мне хочется... Мне просто хочется убежать и сказать, позовите мне там другого доктора, там, может быть, он мне как-то что-то другое скажет. И у меня даже мысль проскальзывает, что я вечером мужу расскажу вот об этом глупом, каком-то абсолютно дурацком разговоре с врачом. Очень, очень мне было в этой ситуации неприятно. И так я и не поняла, что случилось. Спасибо. Действительно, при таком сообщении, как мы называем, без сообщения, повышается вероятность неправильного понимания врачей. Какая наша задача сейчас вообще сейчас стоит? У меня большая к вам просьба. Пожалуйста, отмечайте варианты, которыми пользуетесь вы, либо которые встречаете у коллег. Мы каждый день пользуемся разными вариантами, и это естественно. Естественная такая защитная реакция психики, врача, который пытается либо быстро сбросить этот груз ответственности, когда нужно сообщить плохих новостей, либо пытается смягчить ситуацию, как-то сгладить ее, объяснить, и пускается в длинные, последовательные разговоры, вплоть до, я не знаю, академических основ всего того, что изучал в медицинском институте. Поэтому отмечайте у себя, какие паттерны проскальзывают у вас, какими иногда пользуетесь вы, и отмечайте для себя, что это естественно пользоваться. Естественно, но не всегда эффективно, как мы видим в обратной связи нашего симулированного пациента. Что же является эффективным? Эффективным является тот вариант развития событий, когда мы сообщаем это бережно, но максимально открыто. Наверное, мы вернемся к презентации сейчас. И буквально повторим, что мы сейчас видели. Мы видели вариант, когда было слишком быстрое сообщение плохих новостей, когда это было резко, неожиданно, и когда возрастает риск неадекватных реакций слез, агрессии, недоверия. Мы теряем контакт в этот момент с пациентом, либо с родственником пациента, и возникает риск суицидных реакций. Такое поведение врача воспринимается как равнодушие и как цинизм с точки зрения пациента, либо его родственников. Несмотря на то, что врач торопится успокаивать и объяснять, но это не является эффективным поведением. Второй вариант, который мы рассмотрели, он воспринимается как непонятный, сказать, но не сказать, мы его называем, сообщение без сообщения. В этот момент растет тревога, уменьшается доверие, теряется контакт с пациентом, и возникает риск непонимания серьезности ситуации. Иногда бывает, когда мы вот так заговариваем пациента или членов его семьи, они ситуацию воспринимают в совершенно противоположную сторону. И эффективный вариант, какие задачи вообще стоят перед сообщением плохих новостей, чтобы это было эффективно. Стоит задача прямо, но с подготовкой и сохранением контакта сообщить новость так, чтобы ее поняли и приняли. При этом важно подготовить себя и пациента, сохранить контакт и выработать план дальнейших действий. И, наверное, нам сейчас хотелось бы показать такой вариант. Спасибо. И попробуем. Важно подготовиться самому и честно себе признаться, что ты сейчас идешь на тут, как раз на эту встречу с негативными эмоциями, что ты потом восстановишься, что твоя задача бережно, максимально нейтрально донести эти новости до семьи пациента. Итак, поехали. Здравствуйте, Ксения. Проходите, пожалуйста, садитесь. Здравствуйте. Вы знаете, я хотела бы для начала узнать вот ваше представление о том, что сейчас с Мишей происходит, как он себя чувствует. Что вы думаете об этом? Я знаю, что состояние Миши не станет лучше, чем есть оно сейчас. Я знаю, что там в мозге уже там МРТ вот как-то делали, там понятно, что уже такие изменения произошли, что он никогда не придет в себя. Хотя, знаете, вот иногда я прихожу, и когда он был открыты глаза, и если так встать, что вот он как будто бы на меня смотрит, мне вот до сих пор иногда кажется, что он меня видит и понимает, что я рядом. Хотя я знаю, что он без аппаратов не сможет жить. Ну и все это какие-то такие рефлекторные движения. Ну, про палеотивный статус я уже все поняла. Со мной разговаривала другая, такая доктор, такая светленькая в очках. Я понимаю, что тут реанимационное отделение, а Миши уже нужен такой просто уход, специальный такой уход. Страшное слово, конечно, хоспис, честно говоря. Ну, главное, что он жив. Главное, что он жив. Мы в понедельник, муж договорился, мы поедем, поедем, посмотрим, как это возможно. И вот мама, мама обещала мне помочь, и она, у меня родители в другом городе живут, и они, мы вот думаем, что надо, наверное, там квартиру продать, чтобы они приехали, потому что мне говорили, что есть возможность как-то научиться, обучиться, и если это оборудование там будет специальное, оно, Мишу домой даже можно забрать. Будет вот. Так что, ну, мы готовим себя. Честно. Вы знаете, на самом деле, я позвала вас сюда сказать, что состояние Миши изменилось, и к моему очень-очень большому сожалению, у меня для вас плохие новости. Плохие новости? Да, плохие новости. Что случилось? Вы знаете, мы считаем, что Миша сейчас умирает. Умирает? Да. Умирает. Вот. Вот прямо сейчас умирает? Прямо сейчас. Мы сейчас поставим на паузу и разберем то, что мы сделали буквально по маленьким шажочкам, а сделали мы то, что мы не делали в предыдущих вариантах взаимодействия врача и пациента. Мы не подготовили предыдущих вариантов совсем маму пациента. И в этот раз мы прямым текстом спросили, что же она знает о состоянии Миши. Потому что, если человек не знает ничего, это одна история. Если человек, может быть, уже все знает, понимает и догадывается, это уже и не новость вовсе. Да, мы только подкрепляем убеждение, то, которое есть. И это разное взаимодействие. И вторым шагом, что мы сделали, мы использовали так называемый пробный выстрел. Мы предупредили, что сейчас прямым текстом, откровенно, открыто, что сейчас будут плохие новости с выражением эмпатии, что нам очень жаль их сообщать. Давайте узнаем у мамы пациента, как это воспринималось в отличие от первых двух вариантов. Ой. Ну, знаете, когда вот вы спросили, как я вообще ситуацию понимаю, я на самом деле вам была благодарна очень. Потому что я живу в этой ситуации уже давно. Я, мои родственники, мой муж, мои родители, и мы, конечно, разговариваем об этом ну, по чуть-чуть, прям по кусочкам, потому что это очень больно мне, очень больно им, и мы бережем друг друга. И на самом деле вот сейчас, когда у меня спросил доктор, когда вы у меня спросили, как я вижу эту ситуацию, как я ее понимаю, я, возможно, впервые на самом деле увидела вот ее такой целой. Потому что до этого это были такие маленькие-маленькие кусочки. И, конечно, то, что доктор не просто спросила, а доктор слушает меня внимательно, и это трудная такая тема. Мои близкие люди не могут со мной разговаривать на нее. И когда кто-то рядом слушает, просто проявляет вот это внимание, ну, конечно, очень, очень откликается, очень... Я верю этому врачу, верю тому человеку, который рядом, я чувствую, что сейчас он здесь. что касается про то, когда врач сказал, что плохие новости, и это, конечно, прозвучало вот, готовься. И у меня был какой-то вот этот момент просто собраться, знаете, собраться и понять, что вот прямо сейчас, сейчас будет удар. была возможность подготовиться. Была возможность подготовиться. Хорошо, спасибо большое. Поехали дальше, да? Мотор. Давай, с новостей. Вы знаете, мне очень жаль, я очень сожалею, но у нас для вас плохие новости. Плохие новости? Да, плохие новости. Что-то случилось? Да, случилось. Вы знаете, мы считаем, что Миша сейчас умирает. Умирает? Да. Миша сейчас умирает. Вот. Прямо сейчас умирает? Да. Мой ребенок? Да, мне очень жаль. О, Господи. И ничего нельзя сделать? Мне очень жаль. Нет? Мне хотелось бы, чтобы было по-другому. О, Боже. Ой. И... И... И сколько... Сколько времени осталось? От нескольких часов до двух суток. Ой, мама. Как же страшно, как же страшно. Ой, я, наверное, должна идти к нему. Вы можете сходить, мы можем позвонить вашему мужу. Да, как же, как же, как же мой муж, как же дети, а мы, родители, мы же, ой. Ой. А дальше, а что же будет дальше? Дальше, если вы позволите, я позвоню вашему супругу, он приедет, у него тоже будет возможность попрощаться с машиной. Вот такая грустная история у нас сегодня была. и спасибо большое, Ксения. Наверное, спросим, как Ксения воспринимала эту ситуацию в дальнейшем. Расскажите, пожалуйста. Ну вот, я уже говорила о том, что когда, когда врач сказала, что будут плохие новости, был такой момент, чтобы собраться немножко. А потом, когда врач сказал, умирает, это, конечно, все равно был удар. Но это был такой удар, это вот знаете, как вот, как в первом случае говорила, вот когда внезапно в воду упал. А здесь, когда я успела подготовиться, и я так же вот и вдохнуть не могу, и не слышу, и видно плохо, но я как будто бы ориентацию не потеряла в этой ситуации. То есть какая-то моя часть, она она остается вот здесь в реальности, потому что ну вот нет этого момента, когда хочется совсем убежать. То есть убежать хочется, но что-то здесь реально. и то, что доктор выдерживает эмоции, которые я испытываю, я понимаю, что я не это, я чувствовала на самом деле, я чувствовала, что я сейчас не одна. Это моя беда, это мое горе, это моя ситуация, но вот рядом со мной есть доктор. я чувствовала, да, что я чувствовала поддержку, то, что вы сочувствуете мне. Спасибо большое. Действительно, очень важно не выходить из контакта, основная задача оставаться в контакте с пациентом, либо членами его семьи, откликнуться эмпатией и дозировать информацию. Если это касается сообщения плохих новостей, то дозирование должно быть очень таким частым, когда мы дозу информации даем очень маленькую, а паузы делаем очень большими. И тогда пациент, либо члены его семьи могут эту информацию успеть переварить. и сейчас нам хотелось бы вернуться к презентации и посмотреть, что же мы еще тут подготовили. Сообщение о смерти всегда неожиданное, действительно, невозможно подготовиться к нему до конца. Но если мы используем предупреждающие фразы, которые у вас могут выработаться свои собственные, вы можете использовать те, которые мы вам предлагаем сейчас на слайде, то ваше предупреждение будет недвусмысленным, четким, четким предупреждением, что сейчас будут плохие новости. После этого обязательно выдержать паузу, продолжить после разрешающего сигнала, когда наша мама пациента спросила, что же произошло, и тогда я понимаю, что я могу говорить дальше. Дозирование главный навык при сообщении плохих новостей. Мы даем очень маленькие порции информации, мы делаем большие паузы, мы проверяем понимание, мы остаемся в зрительном контакте с пациентом, и по сути у нас получается диалог. Суть того, что мы говорим очень мало, и мы отвечаем на вопросы пациента, либо членов в его семье. И чем хуже новости, тем меньше информации нам следует давать, и больше давать пауз. И обязательно инструмент, которым вы можете откликаться на негативные новости, на негативные эмоции пациента, это эмпатия. И как вы можете этим инструментом пользоваться? вы можете назвать чувства пациента, вы в отчаянии, вы в шоке, прямо называть, что чувствуете сейчас пациент, либо член его семьи. Вы можете выразить понимание, я могу понять, почему вы обвиняете нас, я понимаю, как ужасно это слышать, я даже не представляю какой это шок. Вы можете нормализовать эмоции пациента, и сказать, что любой злился бы на вашем месте, это нормально в такой ситуации. В этой ситуации вы сами понимаете, что пациент злится, и его агрессивные реакции не на вас лично, это реакции на ситуацию. И вы можете поддержать. И очень часто, особенно российские врачи, мало говорят про свои эмоции, которые чувствуют в таких сложных ситуациях сообщения плохих новостей. Предлагаю вам все-таки не закрывать эти эмоции, лучше их проявлять. Это позволит снять напряжение, которое вызывает эта ситуация. Это позволит вам сохраниться больше в профессии, в жизни. И вы можете абсолютно точно, психологи говорят об этом, говорить о своем желании помочь, чем я могу, я очень хочу помочь вам, чем я могу помочь, что я могу для вас сделать. Если это уместно, вы можете похвалить, когда промежуточные какие-то этапы идут. Хорошо, чтобы вы рассказали это, чтобы вы вовремя обратились к врачу. Вы можете выразить свои чувства, вы можете сказать, мне очень жаль, мне очень трудно говорить вам это. Когда вы говорите эти слова, вы действительно сбрасываете в себя тот огромный груз, который на враче находится при сообщении плохих новостей, вы не несете его домой, вы оставляете это в этой ситуации. Также вы можете позаботиться, налить чаю, предложить воды, предложить платок, предупредить о состоянии, в котором нельзя садиться за руль, предложить вызову такси. Итак, эффективное сообщение плохих новостей, как мы считаем, состоит из подготовки себя и пациента, обязательного уточнения исходного понимания, из предупреждения и обязательных пауз, из разрешения продолжить, которое дается либо кивком головы, либо словами, из дозированного объяснения ситуации, причем чем хуже новость, тем меньше информации и больше паузы, при принятии эмоциональной реакции и ответа выражениям собственной эмпатии, выражениям вербальным, и при помощи в планировании дальнейших шагов. Не торопитесь, пожалуйста, успокаивать пациентов, не надо очень много объяснять, не надо обнадеживать, надо дождаться момента для обоснованной надежды, если она существует, дозировать, дозировать, еще раз дозировать. Благодарим вас за внимание, на этом наш доклад заканчивается. Вот такой у нас получился сегодня демонстрация. спасибо большое. субтитры субтитры